Вокальные партии Мне нужны как бы люди, профессионалы Начинал я с мальчика, Саши Мурашко Это был просто самородок, человек, который нигде не учился У него просто был сумасшедший абсолютно дар Но, когда он Начал немножко пить алкогольные напитки Мы с ним расстались Типа Red Bull И у меня пришла идея, почему не взять девочку Красивую молоденькую девочку, которая может так же петь Темпераментный, в общем Такой лидер группы Caravan И про канала Знаете, я нашел девочку, которая вышла из джаза Тоже из Гнесинки Пела джаз и очень серьезно Очень серьезным вокалом Какое-то время у нас поработала Юля Фролова Там тоже песенка будет, ее как раз называется «Совки, не мы» Это конкретно мы не совки, мы так и пели Но дело в том, что Давайте поговорим о Наташи, которая сидит в студии Это как бы тот человек Который пришел в группу перед тем Как уехать в Америку В Штаты А вот я очень прошу прощения Прежде чем перейти к Наташу Потому что с Наташей мы обязательно пообщаемся Плотно и подробно Я знаю, что довольно курьезные такие личности бывали И имели отношение к группе Caravan Я знаю, что Распутина каким-то образом связана с вами Расскажите, умоляю вас А вот и профессия такая Профессия все знает, да Было интересно У Распутина был муж Володя Велогонщик, который сошел из-за спорта Чтобы протягивать Машу вперед по музыкальной версии Хороший муж Да Он положил всю свою жизнь Сколько можно на велосипеде гонять? Но Маша Распутина в тот момент работала в ресторане Украине в Варьете на Кутузовском проспекте в Москве Володя говорит Посмотри девочку, она будет звездой Я говорю Это как раз когда мы с Юлей как бы расстались Мы поехали в этот ресторан посмотреть на Машу Маша пошла такая, села за стол с нами разговаривать Колье золотой на шее, нога на ногу Такая, папироса, короче, вруат Все было очень козырно Но это ничего не прошло Потому что она искала группу, которая будет делать программу под нее Я был в тот момент очень козырный тоже И я сказал, что нет, Володь, извини, я твоя жена Я пару песен ей напишу, да Но мы не будем ее к себе брать Позже мы встретились, когда я был софтор интер-энтрада Примгимо в Москве Мы встретились, работали вместе Очень долгое время Я об этом расскажу Перед тем, как мы уехали в Америку А потом очень интересный был вариант с Сережей Пенкиным Великолепно Вы знаете, мне иногда даже жаль, что в таких командах, как Караван На вокале не Сергей Пенкин Потому что это было бы реально шоу Это было бы театрализовано, да нельзя Ты знаешь, в него накрашенные ногти очень бы вписывались в декорации Тогда ногти не были накрашены, а может быть даже и не были подстрижены Потому что человек работал дворником и учился в Гнесинке Заживание, все заживания Слушай, это интересно, это очень интересный фас Да, он пришел и спел ту же самую песню «Филинг на пиамино» и больше он не мог ничего спеть Я подумал, что с одной песней нам тяжело с фальцетом Потому что у меня драматический вокал, где надо покричать, где есть жила, где есть живот, где есть пресс, мышцы или их нет То есть мне надо вот такую разницу, драматургию То есть мне не подошел классический вариант То есть мне можно было туда связаться с Пресняковым Потому что в тот момент я знал, какого Преснякова старшего То есть Пенкину тупо не хватило Он не прошел, он не прошел, да Саша Пенкина зарубил Я зарубил Пенкина, потом все уже виделись Физической подготовки человек у него Извини себе Ну отлично, тогда мы переходим к Наташи Ну, каким образом ты ее нашел? Откуда она пришла? Где ты ее взял? Она сейчас сидит такая вся очаровательная, красивая, супер дама, супер леди Откуда ты ее взял, Саша? Я нашел, ее нашли Наташа, ты расскажешь сама На улице? Нет, не на улице, она тоже была в Гнесе, Наташа Давай сама Ну, мне очень интересно, конечно, твоя версия Расскажи пару слов В следующей программе ты свою версию расскажи, пожалуйста Хорошо, ребят, кто-то рассказывает о том, как нашли Наташу Наташа рассказывает о своей жизни Вперед Ну, хорошо, расскажу, конечно, я Это был уникальный случай Я училась тоже в Гнесинке И в тот момент появилось вакантное место Ушла Юля И Саша искал себе певицу И так сложилось, что Миша Романов, который тоже работал в этой группе На бас-гитаре, пригласил меня Я знала его И я пошла на прослушивание И спел Нет, скажем, прошла прослушивание Прошла? Прошла Подожди, так ты зарубил Пенкина, но не зарубил Наташу Да, потому что Пенкин был, когда я был маленький А Наташа Романов, когда я уже был в зрелом возрасте Извините, ради Бога У Пенкина голос и у Наташи голос – это две большие разницы Нет, мы не можем сравнивать друг с другом И тем более, что я была практически еще тогда школьницей И только закончила и пошла в Гнесинку учиться Мы можем сравнивать ни по полу, ни по возрасту, ни по целой категории Словом получилось Гороскопы сработали, личные интуистики Ты что, тоже рыба? Нет, я не рыба, я 21 мая Рыба моя Рыба моя Люба моя Ну, сработало, оно сразу сработало Оно сработало, да, спасибо большое В общем, это такое большое везение, судя по всему, что в караване профессиональные музыканты Потому что у Чистякова совершенно другой взгляд на людей Он голос, по-моему, слушает так, ну, на десятую встречу уже Неправильно Кстати, вот знаете, что могу сказать, когда еще до того, как мне предоставилась возможность пойти и познакомиться с караваном Везде, вот у нас был канал «Дважды два», у нас были концерты «Звуковая дорожка», «Фифти» или там «Зебра» Вот я уже сейчас не совсем помню, но это были очень популярные музыкальные программы Канал «Дважды два», он и сегодня есть тоже в Москве И вот когда группа «Караванник» сходила с экрана вообще То есть я помню, я смотрела эту тоже передачу и говорю, ой, мам, смотри, вон, 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 там Мишка Романов, Мишка Романов И даже об этом не могла еще думать, что буду там работать сама То есть группа была очень популярная Найти их контакты было никому невозможно Все так было засекречено, они все такие были недосягаемые, но очень талантливые, очень И я помню Сашин вопрос, не знаю, помнишь ли ты, Саша, но когда я пришла, мы познакомились, я спела Он мне очень интересно предложил такой вариант Сколько тебе было лет, прости, пожалуйста? А у меня было где-то, наверное, лет 15-14, вот так вот То есть как раз вот училище, когда уже дети идут в училище после школы учиться, после 8 класса После 8 класса Конечно, ну дети, а кто же мы в 14 лет-то? Это нам тогда казалось, мы взрослые, все уже, боже, мы знаем, а то на самом деле это... Я решила, я взял ребенка в голову, ребенка Не, ну в то время, в то время я работала, когда вот я в Гнесинке училась Я до этого была в ансамбле «Мелодия» у Юрия Гальперина Погоди, ты в Гнесинке училась в 14 лет? Да Ну как, после 8 класса ты идешь? Тебя приняли после 8 класса? Конечно, конечно, училище после 8 Так, так, так Вот, и что могу сказать, что вы меня путаете Вы тут пытаетесь разобраться, вы пытаетесь разобраться с моим возрастом А я пытаюсь рассказать, какая замечательная была группа «Караван» неординарная Так вот Саша мне и есть, конечно, и будет И Саша мне сказал тогда, вот послушай такую музыку То есть он мне не сказал, там, мы тебя берем, например Он поставил... Разные варианты, возможно Да, что пела вокалистка И он сказал, как ты думаешь, тебе нравится такой стиль? Как ты думаешь, ты хотела бы петь вот так? И, конечно, на самом деле это было мое тайное желание Петь в таком вообще стиле, работать с такими замечательными людьми И вот так мы начали наше совместное сотрудничество Которое увенчалось с темною А что ты ему спела? Какая была самая первая песня, с которой ты пришла вот на... Звездочки она мне спела А что это за песня? Я пела на английском языке И пела «Три счастливых дня» Спой что-нибудь Которое время вы, во-первых, уехали в Америку Мне интересно будет об этом поговорить Как продолжалось дальше? Я знаю, что вы приехали всем составом в Америку, правильно? Или не совсем так? Всем составом Больше скажу не составом, а семьями Семьями Саша, вы из всех сюда? Семьями Только сколько человек ты сюда привез? Ой, трудно посчитать Мы спали в одной комнате, бок к боку Это просто был ряд вот такой Я не знаю, сколько Это было, кстати, очень сложное время 91-й год Мы должны были приехать Ну, Саша, когда мы будем говорить, да, о том, как мы уехали сюда Очень, очень история Хорошо Удивительно, Наташа Это вот ты такой, так Таким образом повлияла на музыку мужчин Слушай, ну давай Мы начали такой интересный разговор об Америке То есть ты всех перевез в Америку А в чем была мотивация переезда? Когда мы работали софт-интернет-рада при МГИМО в Москве Там работал Газманов, Маша Распутина, Ласковый Май и так далее Произнос Работали тоже мы Да, мы поехали на гастроли На самом деле в Филадельфию Но из-за того, что это был 91-й год И была проблема с деньгами Был обмен, было тяжелое положение в стране Мы уехали туда на месяц позже И когда мы приехали сюда на месяц позже Нас уже никто не встречал Концерт, все числа прошли И мы остались просто на пляже в Америке 12 человек с детьми и с собакой